Весна Весна за весною идёт И прошлым мы можем гордиться Но время уже никогда не сотрёт Войны той минувшей страницы Все верили, знали, что мы победим Мы тебе нам спасибо за всё говорим Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Всё меньше героев живых Но в памяти будут, как прежде Запомни их смелых, гордых, седых Мы их продолжение надежда Мы землю родную врагу не стратим Народ Беларуси, он не победит Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Ты павшим в боях до земли поклонись За нашу с тобою счастливую жизнь Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Великой победы цветы Пусть праздничная, как горят на груди Великой победы цветы Великой победы цветы День победы День победы Родившийся в далеком мае 45-го Он позволяет сберечь и приумножить все доброе и ценное, что было накоплено старшими поколениями ради будущего День победы Праздник единства нашего общества, мира, стабильности, мужества и героизма Преемственности поколений и уважения традиций Он был, есть и остается священным днем Митинг, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Объявляется открытым Великой победы в Великой Отечественной войне Знаменательный день 9 мая 1945 года Особо отмечен в истории человечества Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа Остается навечно вписанной в героическую летопись страны Слово предоставляется председателю Лицкого районного исполнительного комитета Сергею Васильевичу Лужичнику Уважаемые летчане, дорогие наши ветераны От всего сердца поздравляю вас со священным праздником Днем Великой Победы Этот день стал олицетворением чести и доблести Стойкости и беспринципного мужества Проявленными нашими белорусскими людьми в боях за Родину С праздником всех, кто прошел войну Кто знает о ней не понаслышке Почти каждая наша семья хранит память о своих родственниках Близких, друзьях и знакомых Не вернувшихся с войны За те четыре года страшная беда не обошла стороной никого Это было невероятно трудное и героическое время Война прокатилась огненным смерчем по Принеманскому краю Наша земля помнит героизм ее первых защитников Горечь поражений, ужас немецкой оккупации Пламя всенародной партизанской борьбы Мужество подпольщиков, жаркие бои за освобождение Каждый третий белорус погиб в той войне Такое не забывается Великий подвиг, совершенный нашими соотечественниками 76 лет тому назад Является ярким примером патриотизма Силы народной веры и единства Уважаемые ветераны Спасибо вам за бессмертный подвиг Вы научили нас любить свою Родину Ценить порядок и покой И не отступать перед трудностями Низкий вам поклон Мы скорбим о тех, чьей жизни унесла война Кто остался на полях сражений Вечная слава и память павшим героям С праздником всех, кто родился в мирное время И чей долг сохранить мир Доставшийся столь высокой ценой И не допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны Нить памяти не должна порваться Подвиг белорусского народа должен жить в сердцах наших детей и внуков Чтобы подобных трагедий не произошло в будущем Дорогие Ильичане Уважаемые ветераны Примите самые теплые и сердечные поздравления с 9 мая Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости Наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли Счастья, мира, тепла и добра вам и вашим семьям С праздником! С Днем Победы! Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа Военнослужащие олицетворяют мощь и силу нашего суверенного государства Стремление действующей армии продолжать славные традиции старших поколений Это достойный ориентир и пример истинного патриотизма Слово предоставляется военному комиссару Лицкого района полковнику Докучаеву Виталию Александровичу Уважаемые Ильичане и гости нашего города Дорогие ветераны, друзья В жизни каждого народа есть судьбоносные даты, которые становятся точкой отсчета Нового этапа истории Они вызывают наивысший духовный подъем и единение граждан страны Вбирают в себя важнейшие исторические события Отражают героическую борьбу белорусского народа в Великой Отечественной войне В годы войны Беларусь понесла невосполнимый урон, потеряв треть своих жителей Но жестокому врагу не удалось сломить моральный дух белорусского народа Его волю к сопротивлению и стремлению к освобождению В этот священный праздник мы отдаем дань величайшего уважения подвигу ветеранов Низко склоняем головы перед павшими в боях за свободу и независимость нашей Родины С особой теплотой вспоминаем своих земляков, героически сражавшихся на фронтах Великой Победы Бесстрашных партизан и подпольщиков, доблестных тружеников тыла И наш долг никогда не забывать, что сегодня мы живем, трудимся, растим детей и строим свое будущее В независимой суверенной стране, благодаря мужеству и доблести наших отцов, дедов и прадедов 9 мая это символ единства нашего общества, преемственности поколений, уважения традиций Позволяющие сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями ради будущего наших детей и внуков Честь вам и слава, дорогие ветераны Пусть ваш подвиг служения Родине всегда является примером для всех поколений белорусов Низкий поклон и искренние слова благодарности всем, кто не щадил себя на фронтах и в тылу Честно исполнял свой долг, отстоял наше право быть гражданами свободной страны С Днем Победы, друзья! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забывается Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войне напоминает лишь этот священный праздник Спасибо! Великая Победа горит вечным огнем в наших сердцах Осознание наполнено чувством радости и благодарности старшему поколению за подаренную мирную жизнь Это знаменательная дата, памятник павшим, награда живым Пример мужества, стойкости и гордости для молодых Время героев! Ты нам оставила ясное небо отчизны Дом и дорогу и ласковый хлеб на столе Ты нам оставила самое главное в жизни Мирное детство на самой счастливой земле Дом и дорогу и ласковый хлеб на столе Я сегодня увидала, что на улице весна Мы ее так долго ждали, а она уже пришла Легкий ветер заиграл в полосах Синью с платьем закружил по двору И на солнышке жуки усочи Дружно песенку поют про сну По асфальту вновь стучат каблучки Отвечает им догонку копей Я сегодня увидал по весну На окошке распустилась сирень Стихли вьюги и метели Пах забытых холода Словно в старой доброй сказке Кости к нам пришла весна Легкий ветер заиграл в полосах Синью с платьем закружил по двору И на солнышке жуки усочи Дружно песенку поют про сну По асфальту вновь стучат каблучки Отвечает им догонку копей Я сегодня увидал по весну На окошке распустилась сирень Легкий ветер заиграл в полосах Синью с платьем закружил по двору И на солнышке жуки усочи И на солнышке жуки усочи Дружно песенку поют про сну По асфальту вновь стучат каблучки Отвечает им догонку копей Я сегодня увидал по весну На окошке распустилась сирень День открылся на заре Золотистым ключиком Чтоб досталось на земле Каждому получику Чтобы пальмы подросли И березки с елками Чтоб весною соловьи На ветвях защелкали Светит солнышко для всех Чтоб зелен веселый смех Детвора не плакала Светит солнышко для всех Чтоб зелен веселый смех Светит одинаково Светит солнышко для всех Чтоб зелен веселый смех Светит солнышко для всех Чтоб зелен веселый смех Светит солнышко для всех Чтоб зелен веселый смех Детвора не плакала Светит солнышко в ясне Чтоб звенел веселый смех Светит одинаково Светит одинаково Светит одинаково Сегодня сутся дети Зреют хлеба на родных полях Преображаются наши города Открываются новые возможности для молодежи Потому что была победа Мы, правнуки тех, кто в суровые годы Отстоял свободу и независимость нашей Родины Всегда будем помнить героические подвиги народа В годы Великой Отечественной войны Мы, поколение, во имя которого отдали свои жизни Миллионы наших дедов и прадедов Мы преклоняемся перед их героизмом Слово предоставляется Диане Козловской Председателю молодежного парламента Учащийся класса патриотической направленности Сегодня в мирное время Мы, дети и молодежь личины Чтим и помним тех Благодаря кому сегодня Мы можем спокойно учиться И радоваться жизни Благодаря вам, дорогие ветераны Отдавшим все силы для победы Мы можем спокойно строить планы на будущее И думать о завтрашнем дне Мы, депутаты молодежного парламента Учреждений образования Лицкого района Сегодня принимаем участие в акции Беларусь помнит Навечно в строю Их имена навеки В торжественном шествии с портретами наших близких Ветеранов и участников войны Мы призываем молодежь Гордиться своей историей Гордиться дедами и прадедами Спасибо вам, дорогие ветераны За ваш самоотверженный труд в тылу Который стал для нас Примером высокой гражданственности И мужества Спасибо вам За мирное небо За труд За мужество И стойкость Мы обещаем вам с честью Хранить историю Гордиться вами Вашим трудом Посвятить свои знания и труд Для нашего Лицкого района Для нашей замечательной страны Республики Беларусь Пройдут года Десятилетия Немало ярких и важных событий Произойдет в жизни народа Но легендарный подвиг Победа в Великой Отечественной войне Навсегда останется в нашей памяти Наша победа Эти слова с гордостью и трепетом Произносят убеленные сединами ветераны И поколения не знавшие войны Это не просто дата из учебника истории Это напоминание всему человечеству Что мир и свобода Самые ценные понятия на земле В этом году дата 9 мая Объединила два значимых праздника Для нашей страны День Победы День Государственного Герба Республики Беларусь И Государственного Флага Республики Беларусь Мы живем в мирной Молодой суверенной стране Где государственные символы Олицетворяют идеалы и принципы Связывают воедино все самое дорогое Героические свершения предков Достижения нынешнего поколения И те вершины, которые миллионам белорусов Предстоит покорить в будущем И такая Беларусь Останется навсегда Так легко и светло Если вера с тобой И любовь, и надежда День вчерашний ушел Время мчится вперед Время не будет прежним Посмотри мне в глаза И пойми меня Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю Всей душою Землю свою Здесь мы живем Будут жить наши дети В мире любви Согласии вместе Просто знай Любимую не отдадут Сколько бед и невзгод Пережил наш народ Нас судьба не щадила Поднимались не раз Только беды вперед Белорусы мы сила Посмотри мне в глаза И услышь меня Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю Всей душою Землю свою Здесь мы живем Будут жить наши дети В мире любви Согласии вместе Просто знай Любимую не отдадут Любимую не отдадут Любимую не отдадут Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю Всей душою Землю свою Здесь мы живем Будут жить наши дети В мире любви Акция направлена на то, чтобы каждый смог спеть песню День Победы Тем самым отдав дань памяти ветеранам Подвиг которых должен жить в веках А также всем землякам Отдавшим свои жизни за наше мирное небо День Победы День Победы Приближали как могли Это День Победы Порохом пропал Это праздник С седелою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Днень Победы День Победы Не смысл День Победы День Победы Ни и ночи День Победы День Победы Эта Силь Мы Приближали как могли Это День Победы Порохом пропал Это праздник С седеною на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Здравствуй, мам! Возвратились мы и все В текущих пророжа, с которой рассвет Полъекровы прошагали полз земли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы, порохом в рамах Это праздник с силою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Это день победы, порохом в рамах Это праздник с силою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Митинг, посвященный 76-й годовщине победы В Великой Отечественной войне Объявляется закрытым День победы, день победы День победы, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с Великим Днем, с Днем Славы, с Днем Победы! Гарнизон, равняйсь! Смирно! Торжественному маршу! В составе подразделений! 10 шагов дистанции! Равнение налево! Шагом! Марш! Открывают парад прохождения военнослужащие 116-й гвардейской краснознаменной Радомской штурмовой авиационной базы. Военнослужащие выносят вымпел за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Воины авиационной базы верны священным традициям поколений солдат Победы. Они гордятся высоким званием защитников Отечества и с достоинством выполняют священный конституционный долг. Славная история авиационной базы ведет начало от огненных дней далекого 1941 года. Она одна из немногих воинских частей, в республике которой имела реальный боевой опыт. В ее составе собраны лучшие офицеры и прапорщики, благодаря сплоченной и самоотверженной работе которых Лидская авиабаза на протяжении ряда лет удерживает лидирующие позиции ВВС и войсках ПВО нашей страны. На площади парадный расчет военнослужащих Лидского пограничного отряда. Пограничный отряд образован указом президента республики Беларусь номер 419 о мерах по усилению охраны государственной границей 31 июля 1997 года. Командир воинской части полковник Давидюк Александр Борисович. На площадь вступает духовой оркестр, военный дирижер, старший лейтенант Бенкевич Иван Викентьевич. Проходит колонна ветеранов 49-й гвардейской краснознаменной Станиславско-Будапештской дивизии ракетных войск стратегического назначения. Дивизия была создана в 1960 году на бате 18-го гвардейского армейского Станиславско-Будапештского краснознаменного корпуса и просуществовала до 1997 года. В колонии идут ветераны войск противовоздушной обороны 127-й зенитной ракетной бригады. Бригада была сформирована в 1965 году на базе зенитно-ракетной артиллерийского полка и просуществовала до 1995 года. Лидская городская организация ветеранов органов пограничной службы была создана в 2008 году. В настоящее время в организации состоит 50 человек. Возглавляет организацию полковник запаса Федоров Вячеслав Валентинович. Перед вами проходит колонна Лидской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Эти юльзи с честью и достоинством исполнили интернациональный долг на территории других государств. На площади стройвоенных моряков более 300 наших земляков-литчан служили на Северном, Техоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах. В настоящее время Лидская районная организация «Белорусский союз военных моряков» члены Лидской районной организации «Белорусский союз военных моряков» ведет большую военную патриотическую работу среди молодежи района. На площади учащиеся военно-патриотических классов «Дость, честь и Родина» – девиз воспитанников военно-патриотических классов. На площадь выходят спортсмены Лидского района. Лидская земля всегда славилась спортивными достижениями. Лидские спортсмены не раз становились победителями и призерами крупнейших международных соревнований, Олимпийских игр, чемпионатах мира и Европы. В Лидском районе развита система учреждений подготовки спортивного резерва, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Развита сеть современных спортивных сооружений. На площади колона и в памяти навеки имена Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей войне На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах Шагают предки с нами, как живые, течет река бессмертного полка На площади вступают педагоги и учащиеся Лидского музыкального колледжа, учреждения образования Лидский государственный... Шагут На площади колонна учащихся организаций Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Приветствуем на площади спортсменов Лидского района. Лидские спортсмены не раз становились победителями и призерами крупнейших международных соревнований, Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Музыка 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 Вступают педагоги и учащиеся Лицкого музыкального колледжа. Творческие коллективы и учащиеся колледжа неоднократно представляли нашу страну на престижных международных республиканских конкурсах и фестивалях, являясь обладателями гран-при и дипломов первой степени. На площади педагоги и учащиеся колледжа имени Янги Купалы. Лицкий колледж учреждения образования Грундинский государственный университет имени Янги Купалы 21 века. Это динамически развивающиеся учреждения образования, территория творчества и успеха. Приветствуем учреждения образования Лицкий государственный профессиональный лицей милиаративного строительства «Кузница профессионалов». Приветствуем педагогов и учащихся Лицкого политехнического лицея. Учреждение образования Лицкий государственный профессиональный политехнический лицей. За 43 года деятельности подготовлено более 12 тысяч квалифицированных рабочих кадров. Коллектив лицея во главе с директором Калиновик Еленой Владимировной успешно выполняет поставленные задачи и работает на перспективу. На площади красочная колонна представителей образования Литчины. Каждого учреждения общего, среднего, дошкольного и дополнительного образования. Руководители, педагоги, старшеклассники, представители профсоюзных организаций. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 На площадь выходит колонна современного высокотехнологического предприятия филиала «Лицкие электрические сети» групп «Гродная Энерго», основными функциями которого является производство, передача и распределение электрической энергии потребителям четырех административных районов Гродненской области. Добро пожаловать в Казахстан! На предприятие трудятся квалифицированные специалисты, которые, несмотря на все сложности, даже в самых экстремальных условиях, круглосуточно обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение. «Лицкий молочноконсервный комбинат» Сегодня это современное предприятие, выпускающее широкий ассортимент продуктов из молочного сырья. Ежедневно на комбинате перерабатывается до 500 тонн молока. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка – одна из основных задач комбината. Приветствуем открытая акционерная ощупь общества «Лида Хлебопродукт». Генеральный директор Островский Александр Николаевич. Предприятие является крупнейшим в Беларуси производителем муки, макаронных изделий и комбикормовой продукции. В состав «Лида Хлебопродукт» также входят филиалы в Лицком, Новогрудском, Сморгонском районах, производящие продукцию животноводства, птицеводства и растениеводства. Приветствуем завод горячего оцинкновения «Конус». Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» имеет высокие результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции. Неоднократно становилась лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижение в области качества внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента. На площадь выходит открытое акционерное общество «Лакокраска». «Лакокраска» в городе Рида входит в состав белорусского государственного концерна по нефти и химии. Предприятие является одним из крупнейших в Республике Беларусь в области производства лакокрасочной продукции и производит весь спектр лакокрасочных материалов для обеспечения потребностей предприятий промышленности, строительства и потребительского сектора. География поставок охватывает около 30 стран мира. Приветствуем производственное управление «Лидогаз» унитарного предприятия «Гроднооблгаз». Возглавляет колонну директор Бондарев Александр Иванович, главный инженер Кузьмич Андрей Владимирович. Сегодня управление является одним из ведущих по газификации Гродненской области. Управление насчитывает 376 человек. Гроднооблаза Приветствуем колонну Лидской центральной районной больницы. Одна из самых крупных центральных районных больниц в Республике Беларусь. В Лидской ЦРБ работает более 3000 человек. В состав входит стационар, центральная районная поликлиника, две городские поликлиники, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация, два диспансера, врачебные амбулатории микрорайонов, молодежные и индустриальные, Березовская городская больница, пять сельских участковых больниц, четыре амбулатории врача общей практики. На площадь выходит открытционерное общество «Лидские пищевые концентраты». Предприятие с многолетним опытом в производстве продуктов питания является крупнейшим на территории Республики Беларусь производителем концентратов первых и вторых обеденных блюд, приправ и пряностей, киселей, желе, сухих завтраков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем колонну «Локомотивное депо города Лиды». Лидский узел – один из старейших узлов в сети железных дорог Беларуси, объединяющий такие предприятия, как станция Лида, локомотивное депо, дистанция пути, дистанция сигнализации и связи, а также пункт контрольного осмотра вагонов, участок электрических сетей, водоснабжение, грузового центра транспортной логистики и защитных лесонасаждений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На площадь выходит Лидский завод электроизделий – одно из крупнейших предприятий в Беларуси по производству светотехнической продукции, которое возглавляет Маникала Анатолий Владимирович. Численность работников предприятия составляет 245 человек. Благодаря сплоченной работе коллектива по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь предприятие утверждено победителем конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На площадь выходит открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика», которая создана на базе частного предприятия «Ардаль» по производству резиновой и кожаной обуви. Первую продукцию предприятие выпустило в 1929 году. В настоящее время предприятием руководит директор Игнатович Тамара Владимировна. Численность предприятия составляет 303 человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем открытое акционерное общество «Завод «Оптик». Директор Головач Тадеуш Юзефович. Предприятие работает стабильно, выпускаемая продукция, высокотехнологична и отличного качества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем на площади открытое акционерное общество торговно-провизводственная фирма «Лида». Создана решением Лицкого госполкома номер 15 от 27.01.2000 года в результате последовательных реорганизаций торгово-производственного коммерческого предприятия «Лида» и Лицкого горпищепромторга. И является сегодня одним из крупных торговых предприятий района, которое включает в себя 20 структурных подразделений. Приветствуем филиал Лицкий хлебозавод ОАО «Гродно-Хлебпром». Трудом и хлебом славен человек. К трибуна приближается одно из старейших предприятий города филиал Лицкий хлебозавод открытого акционерного общества «Гродно-Хлебпром». Свыше 360 личан трудятся на предприятии под руководством директора Кулика Леона Леоновича. Продукция, производимая хлебозаводом, известна своим высоким качеством, далеко за пределами Лицкого района и достойно оценена на высшем уровне. На площадь вступает колонна открытого акционерного общества «Лидо-нефтепродукт». «Лидо-нефтепродукт» осуществляет свою деятельность через сеть автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек, расположенных в Лицком, Вороновском, Ивьевском и Новогрудском районах Гродненской области. На данной территории работает 20 автозаправочных станций. Приветствуем открытое акционерное общество «Лидский литейно-механический завод». Директор завода Трубицкий Роман Эндуардович. Предприятие специализируется на изготовлении чугунного литья для двигателей внутреннего сгорания и сельскохозяйственной техники. На предприятии внедрен уникальный отечественный технологический процесс изготовления продукции методом литья в облицовочных, разработанный Белорусским научно-исследовательским институтом литья. На площади в праздничной колонне коллектив открытого акционерного общества управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» – одного из старейших предприятий города, история которого начинается с 1901 года. Несмотря на солидный и зрелый возраст, это современное предприятие с новейшими высокопроизводительными технологиями, уникальным оборудованием и высокопрофессиональным коллективом. Приветствуем открытое акционерное общество «Лида Агропроммаш». Милула уже более шести десятилетий с того момента, когда открытое акционерное общество появилось на карте предприятий нашей страны. Благодаря труду коллектива, возглавляемого опытным руководителем Якубчиком Виталием Леонидовичем, предприятие выросло в одно из самых значимых в Республике Беларусь по выпуску сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. Приветствуем на площади колонну филиала «Автобусный парк номер 2 города Лиды» открытого акционерного общества «Гродно-Обл-Автотранс». Автобусный таксомоторный парк был организован 21 апреля 1960 года. Предприятием обслуживалось 10 междугородных маршрутов, 6 пригородных и 2 городских. На обслуживание у автохозяйства находилось Лидский, Вороновский и частично Ивьевские районы. В настоящее время филиал «Автобусный парк номер 2» осуществляет перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугороднем и международном сообщении, а также грузовые перевозки. На площади колонна работников Лидского лесхоза во главе с директором лесхоза, участником 6-го Всебелорусского народного собрания Герасимовичем Евгением Михайловичем. Коллектив Лидского лесхоза на протяжении многих лет постоянно перевыполняет все доведенные показатели социально-экономического развития, успешно создает новые леса для нынешнего и будущих поколений. Приветствуем на площади Открытое акционерное общество Строительно-монтажный трест номер 19. Эта организация – одна из крупнейших строительных организаций, которая была образована в 1966 году. Это многопрофильное предприятие, выполняющее различные виды строительно-монтажных работ, среди которых строительство зданий и инженерных сооружений, дорог и спортивных объектов. Открытое акционерное общество С праздником! С Днем Победы!